здравствуйте коллеги по хобби хочу представить вам компьютер роботрон 1715 именно просто 1715 без буковки м собранный на деталях 1986 1987 года выпуска увы я не покажу вам здесь не буковок на экране некрасивого внешнего вида компьютера но зато вы увидите у меня полностью анатомия системного блока полностью его сборку начиная с нуля и все что находится там внутри я надеюсь что любители компьютерных раритетов в моем видео увидят что полезное для себя приятного просмотра состояние верхней крышки нижняя калька ножки я сразу отдельно покажу вам материнскую плату со всех сторон ее участке а также контроля хлопиков только прошу прощения после очистки не догадался отдельно сфотографировать материнку на фотографиях она будет немножко пыльная первым делом начинаем обратную сборку соединяем сначала раму винтиком устанавливаем ее на место так ну естественно крепим еще вот с той стороны еще залей за счет 3 винтика далее устанавливаем материнку не забыв в какие крепежные стойки и винты материнка не только винтиками крепится но и стойка еще как я уже сказал значит ближняя будет просто винтик а дальние и вот это все вокруг разъема подсоединения контроля это стоечки будут и стоечки и установки материнской платы я забудьте вставить в паз вот этой рельсы нижнюю материнскую плату вот эту часть вот винтик и две стоечки в шинке заземления вставляем винтики и прикручиваем в соответствующее отверстие с резьбой на задней планке так вот сюда а эти соответственно которые я не откручиваю от прокуса надеваем на штыри заземления которые находятся на материнской платы сюда вот и вот сюда вот соответственно вот так вот так теперь настал черед контроля топиков значит шнурочки от него не отсоединял чтоб не путаться так значит вот его место вот разъем и верхний паз то есть сначала вставляем в паз вот так вот в паз вставили совмещаем вот эти отверстия со стойками и соответственно вставляем разъем вот все контроллер установлен торчитываем 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 для крепления контроллера потребуется 3 литика значит два закручиваем в стоечку вот так вот одна наверное неудобно в общем я вот так вот вставлю вот два будут в стоечках соответственно и один будет крепить шинку земли в корпус в результате получается вот как-то так вот раз винтик два винтик и шинка без заземления здесь никак вы можете сказать подумаешь все равно корпус не политический все нет здесь вы ошибаетесь компьютер считайте собран на рассыпухе частота достаточно высокая для такого монтажа и заземление просто необходимо без заземления пойдут сбои у меня был опыт когда я пожертвовал этими машинками потому что они даже отвалились и в результате всего компьютер работал но работал сам по себе то есть в любой момент успеет загрузиться зависнуть вот так вот так что шинки все обязательно прикручивайте блок питания просто ставим на свое место и закручиваем три крепежных винта они не вынимаются из блока питания вот он раз два и три вот они подпружиненные винты сидят там в корпусе и внизу там есть штыки на которые блок питания вставать на следующем этапе крепим упорную планку под вторую сторону держателя хлоповодов крепим вот этим выступом назад вот этот выступом потому что здесь проходят сетевые провод вот так вот упираются и соответственно потом этот план вставим вот таким образом потом встает встает вот этим винтами фиксируют и назад попадается вот такая бета винтик сварван что я делаю я беру напильник вот так вот пропиливаю ребром по центру потом беру встает вообщем встает встает зато встает вот встает как практически вот это встает Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, компьютер собран, все закреплено, пробное включение. Дискет нет, так что просто включаю и показываю, что на круге все есть. Расчет горит, вентилятор пошел, вентилятор мило посвистывает, но крутится хорошо. Так и все на поле, 5 вольт, 12 вольт, все вместе. Вот так красиво. Вот такой вот компьютер. Вот такой вот получился компьютер. Показываю все дефекты на морде. Шваркнуто. Может быть нужную деформацию. Погнутая немножко. Наверное. Верхнюю крышку крышку поцарапал. Вот показываю, что появилось. В принципе это все красится. Боковинки тоже поцарапал. С обоих сторон уголок стукнут. Вот такой вот компьютер. Так уважаемые друзья, на этом видео я хочу вам показать процесс включения. После того, как я отладил все платы. К сожалению, в таком виде, только в разобранном. Я в материнку подоснул в разобранный блок питания, чтобы вы могли видеть его, что он внутри чистый, аккуратный, все работает. И отдельно материнка, контроллер и один флоп. Я его включаю. И после того, как он просчитает память, я покажу сейчас отдельно, что горит лампочка обращения к хлопу. для того, чтобы убедились, что, так скажем, по крайней мере, последовательность он правильно выполняет при включении. Музыка Компьютеру прилагается грызгнущая клавиатура. Вот в таком состоянии. Внутренности клавиатуры очень даже ничего, и все аккуратненько, чистенько. Значит, вот обозначение на фланг. Отдельно скажу вам. Музыка 88-й год. Ка 765. Ну а внешне павиатура, конечно, пипец Разъем нормальный, нервальный Нижняя крышка внутри аккуратная Снаружи грязная Вот и я буду А теперь я хочу показать вам монитор, который идет в комплекте Он хранился в чистом, сухом помещении отапливаемом Что вы можете увидеть по его внутреннему состоянию И практически не было в эксплуатации Он стоял запасной в комплекте Кробатрона Но, к сожалению, шнур сетевой с него срез был 15-17 роботрон, но не тот К сожалению, сетевой провод обрезан под корешок Вот только информационный, а сетевой вот он На выходе прям обрезан Остальное все очень чистенько, аккуратно Можете с вами поливаться, какие платы Ничего не протирал, не выпирал Хранился в сухом складе Вот такой вот состояние Вот такой вот состояние Надеваем ее кротно Надеваем ее кротно Надевается легко, она вот в пазы вот эти попадаются Вот так вот Так одной рукой не получится Вот двумя руками надел, вот так вот попал в пазы И дальний приближный, просто чтобы тут трещин не было Дальний не попал Вот, дальний не попал тоже Здесь попал оба И вот так вот вперед сдвигаем Все Вот Так вот задняя крышечка надета Показываю все недостатки Красочка Вот это белая Здесь вот сбита краска Дефонница Здесь тоже скайбанная Последний скайбанная Последний скайбанная Здесь еще Вот такой вот состояние На крышке Теперь Смотрим вниз Здесь 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 Резиночка Резиночка Целая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok